Судака на балансир щуку и окуня. Ну а теперь по порядку. Погода на этой неделе стабилизируется и будет держаться в пределах от минус 2 градусов ночью до плюс 6 градусов в светлое время суток. К концу недели незначительно потеплеет. Погода обещает быть облачной, солнце будет выглядывать из-за туч довольно редко. Атмосферное давление наконец придет в норму и покажет 760 миллиметров ртутного столба. Осадки маловероятны, но вполне возможны, особенно в южной части Украины. На этой неделе луна будет убывать после недавно наступившего полнолуния. Во время убывающей луны при стабильной погоде наблюдается повышенный клев. Ловля судака в марте успешнее всего проходит на небольших реках, которые быстрее нагреваются и насыщаются кислородом. Идеальное место для ловли этой рыбы в марте вычислить очень сложно. Основным ориентиром послужит рельеф водоема, а именно небольшие донные углубления и места с корягами. Для ловли судака в марте понадобится удилище с катушкой длиной до 4 метров. В это время судак все еще отлично ловится на балансиры. Лучше всего подойдут балансиры зеленого, серого и черного оттенков. Леску лучше брать плетеную, чем монофильную, так как последняя имеет свойство растягиваться. Толщина лески должна быть не более 0,25 мм, так как вода все еще очень прозрачна. Балансир опускают на дно, затем поднимают на 30 см вверх. Паузу между опусканием и подниманием приманки должны быть в пределах 8-16 секунд. Игра должна быть очень плавной, дабы резкими движениями не спугнуть осторожную рыбу. У щуки близится нерест, поэтому лучше сосредоточиться на ловле небольших экземпляров. Лучшее время для ее ловли будет с 8 до 10 часов утра. Она питается очень быстро, так что нужно постараться успеть найти подходящее место. Среди снастей при ловле щуки по открытой воде популярнее всего будет спиннинг. В качестве приманки отлично послужат воблеры или блесны. Опытные рыболовы советуют не брать больших приманок, так как они зачастую оказываются менее эффективными. Цвет приманок должен бросаться в глаза, быть ярко-желтым или ядовито-зеленым. Ловить следует в проводку, которая должна быть предельно плавной. Окунь будет стремиться в те места водоема, которые более всего насыщены кислородом. Повышенный метаболизм окуня в марте заставляет его более активно путешествовать по водоему в поисках добычи. С потеплением воды и стабилизацией погодных условий окунь переместится на глубину до 2 метров. В эту пору его обычно ловят на блесна и балансиры. Блесны должны быть не менее 3 сантиметров. В качестве универсальной насадки при ловле этой рыбы отлично послужит мотыль. Также окунь неплохо ловится и на кусочки мяса свежевыловленной рыбы. Подведем итог. На этой неделе погода заметно стабилизируется вместе с атмосферным давлением. Лунный календарь обещает нам хороший клев во второй половине недели. В первой половине предугадать клев достаточно сложно, однако это не значит, что его не будет вовсе. В период весеннего межсезонья рыба активно ищет места водоема, насыщенных кислородом. Судак будет держаться небольшого течения в местах с рельефным дном. Ловим его на балансиры темных оттенков. У щуки начинается преднерестовый жор. Ловим ее на блесна и воблеры ярких цветов. Окунь активно перемещается по водоему в поисках добычи. Лучше его ловить на небольшие блесна, а в качестве насадки использовать мотылян. В целом, вторая половина недели обещает быть достаточно продуктивной. Мы желаем вам хорошо провести время на рыбалке и до встречи через неделю! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова